По-настоящему золотая молодежь. Самарским выпускникам-отличникам вручили медали за особые успехи в учении. Вчерашних школьников поздравили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Они пожелали ребятам не останавливаться на достигнутом, смело и уверенно идти вперед. Перед вами большое будущее. Наверняка каждый из вас выбрал себе профессию, понимает уже, куда будет поступать учиться. Тем не менее, я должна вам сказать, что самарские вузы с радостью распахивают перед вами двери. И мы очень надеемся, что вы будете и учиться, и работать на территории Самары. Без преувеличения, вы те люди, которые очень скоро будете строить и развивать этот город, этот регион, эту страну. В этом году в Самаре 1237 выпускников 11 классов удостойны медалей. Из них 101 школьник получил 100 баллов по результатам ЕГЭ. Причем 7 выпускников набрали высшие баллы сразу по двум предметам. Это большая победа. Закончить вообще в целом школу успешно. Закончить ее с медалью, получить стобальные результаты. Есть, видите, двукратные у нас победители. Это, конечно, очень здорово. После вручения медалей, дипломов и памятных подарков выпускники смогли пообщаться с главой города, задали интересующие вопросы. Анастасия Родионычева собирается пойти учиться на журналиста. И, судя по всему, задатки есть. Рассказывает, еще несколько лет назад поставила цель получить золотую медаль. Но даже не предполагала, что сможет сдать литературу на 100 баллов. Моя классная руководительница написала мне, Настя, поздравляю со 100 баллов. Я думаю, ну нет, не может быть такого. У меня был очень сложный вариант по литературе. Я думаю, 100 баллов? Что 100 баллов? Вот это да. Честно, я не рассчитывала. Я очень благодарна учителям, безусловно, родителям, бабушкам и дедушкам, которые поддерживали меня на всем протяжении, вообще на этом пути. А вот Ульяна Иванова мечтает стать юристом. Ей удалось набрать по русскому языку и обществознанию максимальное количество баллов. Уверена, у учеников достаточно времени для того, чтобы хорошо подготовиться. Можно заниматься с репетиторами, читать учебники и тренироваться на специальных платформах. Такие результаты, они легко не даются. И это ежедневный просто упорнейший труд. Ты вкладываешься полностью и проходишь через и моральные, и физические препятствия. В завершении встречи выпускники сделали памятные фото с Еленой Лапушкиной, Алексеем Дегтевым, родителями и учителями. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.